В Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие. Суд оставил в силе решение об аресте Савченко. Россия закрывает Генконсульство США в Санкт-Петербурге. С полуночи 30 марта в Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие, инициированное главой ДНР Александром Захарченко и поддержанное участниками Минского процесса 26 марта. Впрочем, уже утром украинская сторона нарушила режим прекращения огня. В 9.35 в ИСУ обстреляли район села Коминтерного с применением миномётов калибром 120 мм. Огонь также вёлся из вооружения БМП и гранатомётов. Кроме того, стоит отметить, что накануне пасхального перемирия киевские боевики выпустили по территории ДНР свыше 100 боеприпасов, шесть раз нарушив режим прекращения огня. В зоне обстрелов со стороны украинской армии оказались районы столичного аэропорта, а также населённых пунктов Спартак, Жабичево, Озеряновка, Крутая Балка и Докучаевск. В результате очередного акта агрессии накануне днём был повреждён жилой многоквартирный дом в Докучаевске по адресу улица Ленина, 90. Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство об отмене ареста народного депутата Надежды Савченко. Напомним, что нардеп была арестована до 20 мая, однако адвокаты пытались обжаловать это решение. Апелляционные жалобы защитников в интересах Савченко оставить без удовлетворения, сказал в четверг председательствующий судья. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Сама Савченко после решения об её аресте объявила голодовку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на недружественные действия США по делу Скрипаля отзывает согласие на работу генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. Вот буквально в эти минуты посол Соединённых Штатов господин Хансман приглашён в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге. Лавров также подчеркнул, что в отношении остальных стран, которые последовали примеру Вашингтона, применят аналогичные меры. Комментируя инцидент в Солсбери, глава российской дипломатии назвал поведение Запада глумлением над международным правом. Министр считает выводы о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля поспешными. При этом он вновь указал на то, что Россия не имеет никакого отношения к данной ситуации. Для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать во вторник, это будет 2 апреля, по-моему, в неочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде. Лавров выразил надежду, что западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее – это затеянная грубейшая провокация. Вашингтон возмущен закрытием Генконсульства США в Санкт-Петербурге и высылкой из России 60 американских дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Езер Нойерт. По её словам, действиям Москвы нет оправдания. «Становится совершенно ясно, что Россия не настроена на диалог. Я хочу подчеркнуть, что нет оправдания ответным мерам России. США, вопреки многим другим странам, приняли решение выгнать российских шпионов. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответы в духе зуб за зуб. Россия несёт ответственность за эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь». Впрочем, заявление Нойерт звучит достаточно странно, поскольку это был всего лишь зеркальный ответ со стороны России. Да и очевидно, что эту дипломатическую войну затеяли отнюдь не в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова